13.05 на часах, в эфире «Особое мнение» в студии Дарита Пузлеева и мой сегодняшний гость, вице-спикер областного ЗАГС Собрания Марина Сазонтова. Марина Сергеевна, добрый день. Нас можно услышать на частоте 101.0, онлайн-трансляция эфира, а также видеотрансляция из нашей студии идет на сайте эхакирова.ру. Номер для СМС 8909 720 101.0. Вопросы также можно задавать через форму анонсов на нашем сайте эхакирова.ру. А мы начнем, наверное, с бюджета. На прошлой неделе состоялись так называемые нулевые чтения, больше половины депутатов на слушание не пришло. С чем это связано? То есть это не внимание к главному финансовому документу страны или депутаты где-то параллельно работают, но не присутствуют? Ну, я думаю, присутствие 20 депутатов из 54, это, в общем-то, неплохой показатель, с учетом того, что перед этим еще там за неделю проходили общественные слушания. И депутаты, которые, ведь не все на освобожденной работе находятся, да, планируя свои дела, они побывали на общественных слушаниях. Поэтому часть депутатов уже ознакомилась с бюджетом, с проектом. Часть пришли на депутатские слушания. И работа над бюджетом будет продолжена, потому что на следующей неделе состоятся заседания комитетов, если уж говорить так, отраслевые, где на каждом из них будет рассмотрен вопрос по бюджету, по тем направлениям, которые они курируют. Я не хочу, так сказать, защищать всех депутатов, каждый для себя, но, по крайней мере, все те, кто хотел ознакомиться, внести изменения, вникнуть в это, у них такая возможность была. И большинство все-таки в этом принимали участие. Я просто думаю, что на это так обратили внимание, как раз из-за той проблемы, которая вот существует вокруг посещаемости, наверное, пленарных заседаний. Может быть, в другой ситуации на это никто и внимания не обратил, потому что, ну, слушание и слушание. А какие-то предложения подали, потому что, насколько я знаю, 19 октября накануне истек срок подачи предложений. Предложения поступали и от депутатов, и от фракций, и мы от своей фракции КПРФ тоже направили, по-моему, около 10, если даже не более, вопросов и в своих предложениях. Причем были предложения не только для того, чтобы дайте-дайте, но и за счет чего сэкономить. И вот когда заходил вопрос об утверждении новой структуры в правительстве, мы об этом всегда говорим, что если у нас... Да, когда, я Шанцева там привожу, там тоже были выборы в прошлом году, у Шанцева было 9 заместителей председателя правительства, а после выборов, которые год назад вот с лишним состоялись, осталось четверо. У нас было 9, стало 11, но сейчас не знаю там, как идет, поэтому вот в моем представлении у нас очень многие законы, которые принимаются, они регулируют их разные заместители председателя правительства, эти законы не работают. То есть одно дело экономия, потому что когда большее количество, да, у нас ответственных, но когда эта эффективность работы не повышается, к сожалению, не принимаются меры к тому, чтобы принятые законы работали, увы. И когда у нас было заседание, ну, совет собирался из законодательного собрания, нас знакомили о том, что многие КГУПы, то есть которыми, как сказали, обросли некоторые департаменты и так далее, вот их многие сократили, мы спросили, ну, экономия денег и сколько это будет, нам ответили, ну, что вы хотите, у министра же зарплата должна быть выше, то есть экономия не получилась. Вот если бы у нас и правительство показывало пример, как они экономят средства, да, за счет чего, тогда, наверное, в бюджете бы находились средства на выполнение очень важных задач, которые поставлены, социальные. Да, сейчас говорят об адресной помощи, что должно быть вот действительно самым нуждающимся эту помощь оказать. Но вот где эта грань, когда говорили полутора прожиточный минимум, да, и вот сегодня, если его чуть-чуть там приподняли, кто-то еще попал в эту категорию, а кому не хватило пяти рублей, неужели он настолько богаче? Поэтому вот когда принимаются решения, которые у нас эти конституции прописаны, они не должны, принимая решения, ухудшать положение людей. У нас, к сожалению, и вот когда говорят об экономии, а, к сожалению, мы этой экономии не видим на всех уровнях. Ну, а какие предложения вы сделали? А предложения, ну, все сейчас, так сказать, да, чтобы не загружать, не перечислять, но предложения у нас по нескольким и конкретным объектам, ну, например, в селе Павлова, там в честь имени Мациевска очень известное было хозяйство, дворец культуры, его по-другому и назвать нельзя, да, необходимо крышу отремонтировать, иначе с крыши, если идет разрушение, то здание потом привести очень сложно. Мы даже за свой счет нашей фракции смету подготовили, сделали, значит, ну, чтобы учесть. Ну, говорят, вот средств нет на ремонт, или программа поддержки местных инициатив, или еще там попытка, но я понимаю, когда... По местным инициативам какие у вас претензии, или что денег у них до сих пор нет? Нет, ну, мы же слышим, что там собираются до 300 миллионов выделить на программу. Но, насколько я понимаю, то есть в бюджете-то этих 300 миллионов еще нет. Ну, по крайней мере, где-то, видимо, хотят их изыскать, найти и встретиться с тем, чтобы это действовало. Ну, это самообложение, в принципе, людей принуждают, ведь не от хорошей, не от большой радости они, например, вкладывают, если мы берем в село сельских жителей так, что у них там какие-то огромные доходы, они не знают, куда эти деньги вложить. Они уже от крайней необходимости, когда, извините, на погост, они не знают, как довезти, потому что дороги нет там, да, не расчищают, или просто этой дороги нет. Или когда водопровод уже невозможно в таком состоянии находится. Ну, там уже люди, да, просто поставлены в такие условия, что они почитают скинуться и что-то сделать. Да, поэтому как-то радоваться это, я считаю, уже вынуждают. И если власть так относится к ним, что вот вы тут давайте, значит, вкладывайтесь, то ведь отношение к власти будет соответствующее. Вы нас где-то кидаете, ну и мы будем. Но программа поддержки местных инициатив, она как бы двусторонняя, но у людей вправе сказать, что почему мы платим налоги, куда они уходят эти налоги. Предложение, в чем ваше ППМИ заключалось? Ну вот, нет, не ППМИ, а по, например, конкретно, вот я объект села Павлов, например, чтобы изыскать там средства не такие уже большие на ремонт крыши. Вот от конкретных каких-то пожеланий и до более общих. Их достаточно объемно, вот можно различные называть сферы, которые по многодетным, которые у нас в участке не работают, о том, чтобы 300 кубометров древесины найти возможность. У нас сегодня электрификация полей. Вот участки, которые выделяют многодетным, они пустуют, потому что, чтобы даже получить причитающиеся 300 кубометров древесины, многодетной семье почти полмиллиона надо затратить на то, чтобы выехать где-то в район, нанять бригаду, чтобы она это заготовила, вывезла, там распилить брусы и так далее, найти возможность это привезти. Плюс еще не все участки, то есть там инженерные инфраструкции. В том-то и дело. Поэтому здесь, а у нас галочка есть, участок выделили, выделили. Право есть, 300 взять, есть. И закон тоже много не работает. Пожалуйста, по бездомным животным, которые у нас сегодня, там средств на каждый район кидают понемножку, а 980 рублей стоит отлов бездомной собаки. Но ведь можно, знаете, как показываете, бездомную держать, сказать, вот мы ее отловили, да, у нее уже нет фейс-контроля. И не озабочиваться там, что выезжать, там отлов или еще то, что-то. Вроде формально делается, там вакцинация проведена или еще. Но от этого собака вас укусила, вакцинирована или нет, наверное, вам без разницы будет. Поэтому вот мы на это обращаем внимание, что должны в бюджете, если это проглашается, не просто вложить деньги, а чтобы они эффективны и принимать решения. Я очень люблю собаку. То есть вопрос контроля. Да, да. То есть таких и вот эти вопросы поставлены очень и наши депутаты нашей фракции, и других ставят, и там по капитальному ремонту мы обмениваемся своими предложениями. Но ответа пока нет. Может быть, вот в почте ждем. И до рассмотрения этого вопроса на комитетах мы уже получим эти ответы. По поводу экономии со стороны правительства затронули бы тему. На прошлом пленарном заседании руководитель фракции КПРФ Виктор Женихов немало всех удивил, когда предложил проиндексировать чиновникам зарплату. И то есть у него довод-то был какой, что вот уже, если не путаю, четвертый год. Да, четвертый год. То есть у него четвертый год им не индексируют заработную плату. И это своего рода риск для коррупции в органах власти. То есть у нас с коллегой... Я согласна, знаете, в чем? Когда у нас есть единый порядок, что должна быть индексация. Почему? Когда растут у нас тарифы, цены. Ну, жизнь, так сказать, дорожает, как мы говорим, а зарплата остается той же. Я, например, взяла бы, затронула сферу и полицейских, когда говорят, ой, какие у них большие зарплаты. А когда эти зарплаты уже там пятый год, их никто не индексирует, не повышает, начинается проблема. А это тоже... Вот я чиновников, видите, как бы ввожу, когда мы говорим ГИБДД и так далее, он понимает, что у него или перспективы нет, он уходит куда-то работать, или уже начинает какой-то дополнительный источник, чтобы индексировать те потери, которые он несет. А почему я перевела на уровень полиции, то есть хотя слово терпеть не могу, милиция вот уже как привычного было, дело в том, что это федерального уровня. И если бы у нас было в законах прописано, у нас есть право, вот есть деньги, индексируй, нет денег, не надо. Сейчас уже до пенсионеров добираются, да, вместо индексации в рамках инфляционного процента. Говорят, вместо 12,4 там хватит и так далее. Вот не должно такого быть, когда хочу, уменьшаю или нет. Мы только что говорим о Конституции. И о чиновниках речь ведь не идет о руководителях, там, министерств там или так далее. А тех, кто сегодня, ну, рабочие лошадки, я бы так сказала, специалисты, которые вынуждены. И когда у тебя небольшая, вот, не индексируется зарплата, специалисты ведь тоже делают вывод. Значит, если здесь ему надо ли оставаться, он уходит. И, в общем-то, в аппарате теряются специалисты, которые помогают принимать правильное взвешенное решение. А когда остаются дилетанты, которым, в общем-то, и, так сказать, это устроено. Ну, либо набирают молодежь без опыта. Да. Поэтому здесь не должно, вот, как сказать, только вот так или нет. Это должна быть единая общая система. Если у нас инфляция вот так скачет, то нужно понимать и принимать ответственные решения о том, что мы или аппарат сокращаем, но чтобы зарплатой работали люди достойно не оглядываясь, где бы или подрабатывать там преподавателями, или еще куда-то, потому что на такую зарплату она у них небольшая, действительно, вынуждены проживать. И уже мысли будут не о том, как хорошо поработать. Дай Бог, чтобы энтузиасты они у нас еще есть, но не все выдерживают семьи их, точнее. А тогда вот от финансирования правительства к финансированию ЗАГС Собрания. Насколько я поняла, министр финансов Елена Ковалева заявила, что и финансирование ЗАГС Собрания в том числе будет несколько увеличено, но конкретную цифру не смогла назвать на депутатских слушаниях. Возможно, она вам известна. Да, я специально, когда вы вопросы свои подготовили, уточнила, потому что люблю всегда точность, чтобы не быть голословной. Значит, у нас где-то в пределах 60 миллионов рублей, но это на все там законодательное, коммунальное, в общем, на все идут услуги и тарифы. Но в этом году на 3 миллиона было сокращено, тоже экономия средств. В общем, увеличение основное идет там в пределах, я не знаю, 5-4 миллионов, а на следующий год, учитывая, что это год выборный. И здесь не то, что там сами депутаты начнут так себя пиарить, а я основную задачу вижу в том, чтобы показать работу законодательного собрания и максимальное количество людей убедить в том, что они должны прийти на выборы. Что вот если они не придут на эти выборы, значит, отсутствие их голосов, их мнения может быть дать результат, когда следующий состав законодательного собрания может быть еще более не будет учитывать какие-то их пожелания и соответствовать. Ну вот, например, в этом году у нас не было даже никаких радиопередач, то есть в СМИ не было заключено никаких договоров, не было с ГТРК передачи, которые круглые столы, к которым могли подключаться избиратели. Вот это увеличено, так что это в основном, да, вот сюда. Ну и максимально какие еще расходы идут на телефонные переговоры, которые сегодня тоже тарифы все эти растут. Поэтому ни в зарплате, ни в чем никаких не будет увеличения, а вот именно я попросила как раз по статьям показать, на что будут потрачены дополнительные средства. То есть это не так, что там председатели комитетов станут больше получать? Нет, 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 это однозначно, да. Бюджет региона переходит на однолетний срок, то есть раньше мы верстались на три года, сейчас только на один год. Вот на ваш взгляд для Кировской области это пойдет ли впрок, во благо ли? Ну вы знаете, все равно перспективное планирование оно будет. Другое дело, что критерии, по которым приходится корректировать планы, они уж слишком, как сказать, скачкообразно меняются, и сложно, будем говорить так, в цифрах более конкретных выразить, насколько что вырастет, куда и так далее будут потрачены средства. Поэтому вот наша фракция, мы за бюджет никогда не голосуем. Объясню почему. Когда мы ратуем там НДФЛ, ну налог на доходы физических лиц и так далее, все остается, но в основе нашей экономика, потому что можно мечтать об одном, втором, там социальные не будут, так сказать, задеты и так далее. Но если мы берем предприятия, на которых работало по пять тысяч, а сейчас остается 650, там 800 человек, а каждый представитель – это член семьи, за ним еще люди, да? И мы теряем предприятие одно за другим. Вот сейчас Маштурозавод 1 мая, над которым вот эти тучи изгущаются, да? Меня это вот крайне задевает. Сегодня на каком уровне государство не заинтересовано в том, чтобы была достойная работа, зарплата, а люди не вынуждены были хотеть быть протянутой рукой, чтобы там получать льготы, пособия, потому что это жизненно необходимо, чтобы выжить. И вот когда у нас на экономику и говорят, так это же частные предприятия, но почему тогда правительству и российскому, я не знаю, если бы может быть право такое на областном уровне, государственные предприятия, чтобы они могли менять руководителя предприятия, если он неэффективный, да? Или коллектив. Ведь можно сказать, что частные предприятия, но за этим частным руководителем сотни людей стоят, тысячи людей. И вот эта ответственность, когда так отнесено, что это частные, забывая о том, что мы все живем в одном городе, в одной области, такое недопустимо. Поэтому бюджет, который так вот формируется, и экономика где-то технопарки, которые я вот никак не могу видеть, как они начинают там эффективно быть заполнены и работать, да? Мне кажется, еще долго этого никто не увидит. А пополнять бюджет за счет чего мы должны? Когда нам говорили, что НДС, налог на добавленную стоимость, на прибыль предприятий, она уже уходит следом за тем, где зарегистрировано предприятие. НДФЛ здесь остается, а доходы... НДС уже уходит? Уходит. Нет, на прибыль, налог на прибыль, да. Поэтому вот сама система, в которую сегодня, как формируется наш бюджет, не приемлем. То есть в принципе вы в любом случае будете против голосовать? Конечно, но против не потому, что вот хочу или не хочу, а мы это всегда аргументируем, почему мы не можем голосовать за такой бюджет, который таким образом формируется, естественно спущенный сверху. Ведь это методика, по которой формируется вертикаль, и в данном случае там небольшие идут, может быть, перемещения каких-то ресурсов. Но в данном случае этого мало. А в нынешних, хорошо, в нынешних тогда условиях есть какой-то бюджет, который вашу фракцию бы устроил, исходя из тех средств, которые мы в принципе имеем? Нет, нет. Вы понимаете, когда семья формирует бюджет, вот надо понимать, что бюджет области, ну это очень, так сказать, чтобы разобраться, нужно быть специалистом, и мы всегда внимательно слушаем, и к министерству финансов, и к тем, кто правовое управление, так сказать, ко всем, как формируется, за счет чего. Ну, например, у нас более 2,3 миллиарда рублей есть программа поддержки социально значимых проектов некоммерческих организаций. 2,3 миллиарда. То есть на 8 лет, разделите примерно, да, там, поскольку получается. Но, когда я вижу, что область вкладывает огромное количество миллионов, сотни миллионов, да, рублей, а федеральный бюджет там по 8 или сколько-то кидает, значит, это называется софинансированием, здесь, наверное, надо посмотреть, а насколько значимы сегодня социальные проекты этих некоммерческих организаций, общественных. Я сама руководитель общественной организации «Россия-Польша». Но мы не участвуем в этих проектах, понимая, что, наверное, есть более важные проблемы. Мы как-то их сами решаем, находим. То есть просто смотреть, на что платятся эти деньги. Да, правильно. И когда вот мы были в Ижевске, вернулись там, в Некировской области, там 94 депутата в Госсовете. Каждый депутат имеет по миллион рублей. Он эти средства не из кармана, он просто расписывает вот по обращениям избирателя. Как в городе депутатские наказы, да? Да, золотое время, можно сказать, когда по 700 тысяч каждому депутату городской думы. И мы могли именно помочь тем, может быть, и организациям, но осознавая, советуясь, стоит вот сейчас или подождать, в той ли сумме нужно вот эту помощь оказывать. А когда выигрывается грант, ну, это хорошее дело. Но, наверное, нужно посмотреть, а в какое время, если мы сегодня живем, когда нужно немножко поясок, да, подтягивать, так его нужно всем подтянуть. Поэтому предложения вот и по бюджету, еще раз пересматривая, да, социальные какие-то нормы, зарплаты, в общем, вопросов-то еще много. Ну, то есть, в принципе, если резюмировать, то и с теми средствами, которые у нас есть, еще можно поиграть так, чтобы никто был не в обиде. Ну, обиженные всегда найдутся, потому что, вот, когда обещали строительство моста в Советске, там, Радыгина, да, соединений, 80 миллионов, и было обещание, что, да, найдутся средства, сейчас говорят, да нет, обойдемся там 12 миллионов, разводную туда-сюда мост, хотя там уже населения достаточно много, и он социально значимый объект. Поэтому не всегда положительные вот такие решения принимаются, и отказ, и довольных, что вряд ли всех устроят. Тут вряд ли. Хорошо, то тогда на сегодня уже закончим с бюджетом, поговорим уже, наверное, после того, как первое чтение пройдет. Мне бы хотелось перейти к другой теме вашей именно профильной, капитальному ремонту, много этим занимаетесь. И накануне я посмотрела, что планируется внести ряд изменений в законопроект, весьма незначительный, даже зачитаю, наверное, предлагается не включать в программу капремонтов, либо исключить из нее многоквартирные дома, физический износ основных конструкций которых превышает 70%. Мне показалось как? То есть не включать это одно, а те дома, которые уже туда включены, то есть насколько легко согласится правительство, Единая Россия, исключить эти дома оттуда? Нет. Дело в том, что мы сегодня рассматриваем этот вопрос, вы там начально еще так не посмотрели. Дело в том, что где стоимость капремонта превышает стандартную стоимость капремонта, которая у нас вот сегодня запланирована на квадратный метр. Ведь таких домов там двухэтажных, деревянных, которые нужно уже давно было в аварийный. У нас сегодня ветхий дом, есть таких немало фактов, по 30 лет он таким числится, ветхий. И когда его не включают в аварийное, только потому статус не присваивают, и муниципалитеты насмерть стоят, чтобы не появился еще один аварийный дом, иначе прокуратура сразу потребует расселения. А в районах это сделать невозможно, физически нет ни средств, ни возможностей. И вот такое отступление, что да, статус мы не можем аварийный, но если эти дома исключаем, дома, у которых износ превышает 70%, и стоимость капремонта получается выше среднего, который установлен по области, но мы сразу вот вчера об этом и говорили, должна быть установлена особая подпрограмма, что предпринимать, какое решение. Или полностью реконструировать этот дом. Это должна быть особая программа, на которую, я думаю, что тут и бюджетные средства, потому что у собственников их явно этих денег не хватит. И здесь еще второе дополнение. У нас живут и в Кирове, и в районах области, там Наринск, Куржум можно назвать, дома, которые еще поза-поза, да, прошлого столетия, они культурно значимые объекты. Да, и они тоже очень старые, вложений туда достаточно много, вот их тоже будут исключать, но тоже под особую программу. Если здание как исторический объект, значит, под него должна быть и программа сохранения, но не в ущерб жильцам, которые, да, с обременением въехали, что у них ни сил, ни денег не хватит на то, чтобы отремонтировать этот дом капитально. А тут я немного, может, не так объяснила, тут я имела в виду, как дать задний ход для тех, кто уже начал платить, потому что я уверена, что таких домов, которые должны бы идти под снос, но за них сейчас вносят плату за капремонт, их немало. Вот мы пересмотрим для того, чтобы эти дома не только не включать, но и исключить те, которые в программе. Об этом решила. А что с деньгами? Здесь может быть так, что эти средства, которые они собрали, а эти деньги реальные, то есть их, по крайней мере, на какой-то поддерживающий ремонт на эти дома пустить. Потому что проектно-сметная или документация, или еще какие-то, или поддерживающий ремонт, это уже детализация. То есть не приняв изменения, не внеся изменения в закон, мы не можем начинать процесс создания программы, что делать с этими и так далее. Но я считаю, это параллельно. Вчера на рабочей группе мы об этом речили. И еще. Значит, у нас есть небольшая поддержка, которая идет из фонда содействия реформирования ЖКХ. И у нас в законе, вот когда не начал действовать наш закон, не было пилотного проекта, все было нельзя предусмотреть, было записано, что господдержка, она заключается в том, что в тарифе не учтены такие расходы, как создание, составление проектно-сметной документации, строительный контроль, берут как бы на себя, да, дополнительные средства. Так вот эта господдержка могла оказываться только тем, жильцам многоквартирных домов, у которых долги не более 10%. То есть получается за капремонт. А, за капитальный дом. Да. То есть 90% жильцов платят. У нас сегодня где-то 72% нам вчера приводили в среднем, там, цифру, например, по городу. Где-то есть и больше. Средние. То есть сразу эти дома лишаются этой поддержки. И вот мы вносим из предложения, в частности, да, я вписываю, что хотя бы на первое время до 50%, то есть не более 50% долгов, через год там еще немножко добавят 25%, а не то, что сразу всех, у нас мало тех, кто платит, там, до 90%. То есть это тоже. То есть это тоже. Тоже, что не страдало. Да, да. Поэтому вот и это еще изменение вносится. Много дополнений, когда по 80-летним, чтобы их, значит, освободить, не включать дома, в которых еще действуют новые новоселы, дома, на которые действует гарантийный ремонт, они не нуждаются. А это, то есть это отдельные будут поправки, или они все вместе? Это в Госдуму уже вносится, и у нас вносится параллельно, как бы, потому что, вы знаете, мы живем в стране, и это проблема общая, поэтому кто-то вносит там уточнение, с какого срока. Они могут чуть-чуть в деталях отличаться, но общий-то принцип такой. И я считаю, что по программе капитального ремонта еще много у нас проблем и потребует много поправок. Ну, а рабочая группа, в принципе, одобрила? Подержали. Да, да, да. То есть это вносится у нас на комитете, будет рассмотрено, и на заседании законодательного собрания. То есть мы этот вопрос будем выносить 29-го. Хорошо, прервемся тогда на небольшую рекламную параметку. Паузу, после продолжим. Хорошо. Мы продолжаем. Для тех, кто только подключился, в эфире особое мнение. В студии Дарьи Топузлева и мой гость, вице-спикер областного ЗАГС собрания, Марина Сазонтова. А мы продолжаем. От капремонта перейдем к другому законопроекту, над которым, я понимаю, скоро предстоит работать. Закон, который вводит новый вид коммунального платежа, обращение с твердыми бытовыми отходами. То есть на федеральном уровне сейчас работа уже ведется. Она уже проведена. Закон принят. То есть сегодня регионам предписано. Но они там пока еще многих моментов не знают, то есть как высчитать сам этот тариф. А, по тарифу, да. Но то, что, значит, этот тариф должен быть, прописано уже регионам, самим определиться. Просто нам вот интересно, не получим ли тут очередной капремонт. То есть получается у нас заводов по переработке мусора нет. То есть кто это будет сортировать, непонятно. То есть не получится ли так, что я буду платить новый какой-то вид коммунального платежа, а на деле этот мусор как сваливали весь в Костино, так он там весь и окажется. Ну вот есть группа как раз. У нас уже, ну вот буквально где-то с начала этого созыва, депутатской своей работы, разрабатывалась схема территориальная у нас по области размещения, логистика, так сказать, выстраивалась где-то 5-6, например, пунктов, куда будут возиться отходы, предварительная или сортировка на каких-то полигонах, переработка. Ну они по-разному уже. Мы север, например, первоначально там и 9, более было, но север пока очень трудно в эту логистику. У нас нет еще автомобильной дороги, чтобы, например, Лузы, Подосиновец где-то там эту выстроить, да, цепочку. Поэтому это сейчас определяется. Появляются инвесторы, которые говорят, да, мы будем возить, естественно, им тариф нужен уже хороший. То есть уже выходит из предложения? Инвесторы, да, появляются, которые хотят, да, перерабатывающие, так сказать, строить там, какие-то частично передвижные, какие-то уже стационарные. Все это разрабатывается, все это рассматривается. Но повышение, вот, выделение тарифа по мусору, там маленький, может быть, плюсик. Мы сегодня платим с квадратного метра, и получается, у нас мусорят метры, а не проживающие в квартире. Вот это есть, как бы, давняя уже подвешка. Людям очень трудно было объяснить, почему они вынуждены с квадратных метров платить, точно так же, как и за лифт, а не за количество проживающих. Но сам тариф, насколько он объективный будет, вот сейчас гадать я не хочу. Если он будет уменьшен в той сумме, которая вот у нас текущий ремонт содержания жилья и за вывоз, так сказать, мусор, они уже теперь, как бы, да как с капремонтом так же получилось. У нас была строка ремонт. Текущий ремонт? Нет, 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 нет. У нас был ремонт содержания жилья. И когда появилось слово текущий, никто не обратил внимания. Вот я, например, как филолог, ну раз текущий, значит, вот потекло, значит, это все. А то, что из этих, значит, исключили капитальный ремонт, многим и в голову не приходило, мне тоже, когда вот я так подробно не вникала, да, в эту сферу. Так и здесь, когда нам говорят, что у вас только, вы платили только за вывоз мусора. Так просто сейчас люди не смогут понять, потому что у нас эти декущие строчки сейчас нет. Да. Вот. А когда начинаешь смотреть смету, ну вот из чего-то рик, да, составляющая, значит, там есть вывоз мусора. Но вывоз мусора мы понимаем, когда нам сегодня ставят несколько контейнеров, чтобы какая-то сортировка шла и так далее. Я за это. Должно быть все равно привыкать нам как-то к культуре, да, утилизации. Но когда сегодня говорят вывоз и утилизация, там переработка, надо на это смотреть. Сегодня тогда за счет этого тарифа мы, в общем-то, помогаем этим инвесторам, когда они должны вкладывать. Если на Западе даже доплачивают, если, значит, люди там сортируют жильцы, и некоторые даже вообще лишают плату, потому что при сортировке переработки этот инвестор начинает зарабатывать. И если у нас у соседей, по-моему, мне вот говорили, да, немецкая фирма, которая готова была поставить и завод, и все, бесплатно, бесплатно собирать. Единственное, я сказала, что мы забираем все ваши отходы, которые им нужны. Пластик, я не знаю, еще какие-то расходы. Понимаете, значит, то ли мы не доросли до этого, то ли у нас еще финансовых возможностей не хватает, но в том, что, безусловно, переработка должна быть, мы не можем до бесконечности засорять и закапывать в землю, так сказать, там, где мы будем жить и наши дети. Я вот на самом деле тоже согласна сортировать и все отдельно, и бумагу, и мусор, и съедобные отходы, но я хочу быть уверена в том, что я это рассортирую, а это опять не свалит в единую кучу. В том-то и дело. А здесь, получается, эти деньги, когда их инвесторы будут передавать? То есть, это же пройдет какое-то время, пока этот инвестор построит какое-то предприятие, которое будет заниматься этой переработкой мусора. Сколько лет эти деньги будут уходить к предприятию, которое, возможно, когда-нибудь объявит себя банкротом, как у нас любят делать? К сожалению. Значит, но здесь все равно продвижение, оно идет именно с точки зрения, как раз, вот то, что мы и ПКП ремонт говорили, должно поэтапно все быть просчитано. И если мы, нам предъявляют, убирают из тарифа текущий ремонт и содержание жилья, мы должны посмотреть, кто-то выиграет, может быть, кто-то проиграет, но реально мы хотим знать, на что и как пойдут эти деньги. А строчку эту, кстати, будут убирать? Нет. Появится новая строка. Текущий ремонт он включает. Это будет отдельно, выделено отдельной строкой, но тогда у нас и тарифы содержания должны быть поменьше. То есть, расчет, смотреть. И есть еще один, одна еще проблема. Дело в том, что в некоторых районах, меня в советские говорили, например, там нашлось небольшое предприятие, кто занимается вывозом. Они все отработали там и утилизируют, и вывозят, и все делают. А если придут инвесторы, которые будут, региональный оператор, как в фонде капремонта, который будет заниматься по всей области. Вот логистика, где выстроены эти. То есть, искусственно создан какой-то предприятия? Ну, инвестор, так сказать, который придет, он сам начитает для себя. И тогда начинает возникать проблема, как быть вот с теми небольшими, кто уже все отработал, наладил. То есть, или лишать, или рушить, и всегда легче, чем создавать что-то новое. Как это будет система? Чтобы она гармонично вошла в общую, не нарушив типичный, как у нас сейчас отработан, вывоз, особенно в сельской местности. Меня же поражает, вот когда приезжаешь куда-то в район, куда выплескивают некоторые хозяйки, свою там посуду помылили, или еще, в ту же колью, которая у дома, у дороги. А потом говоришь, что у нас дорог нет. А о каких-то цифрах сейчас уже идет? Я думаю, о цифрах пока рано речь. Это будет гадание на кофейной гуще, я это не приемлю. Вот немножко поближе сейчас рабочая группа, так сказать, разрабатывает, смотрит, у штрафтологии, прошу прощения. Поэтому надо за этим смотреть, как будет наполняться, за счет чего формироваться, будет ли убедителен инвестор, что ему там нужно защитить вот эти цифры. И во всяком случае, когда у нас сегодня капитальный ремонт, мы еще от него, как бы вот этих платежей, люди еще в себя не пришли. А сейчас там штрафные санкции будут начинаться вводиться. Теперь есть еще вот эта дополнительная плата за вывоз мусора, там твердые бытовые отходы. Плюсом, когда сегодня возникает у кого-то идея не жить, не быть, значит, не в добровольном, а в принудительном порядке страхование жилья вводить, ну, тем более, значит, налог на недвижимость физических лиц, я не знаю, кому нужно вот это в одну всю кучу, да, чтобы сразу все пережить. Разумно, наверное, нужно все-таки не только взять одну сторону, там, как это, а какой резонанс это будет в обществе. А рабочая группа, я так понимаю, то есть уже сейчас занимается? Главов изглавляет, да, зампредседателя правительства Сергей Владимирович, так что туда входят и министерства, и прокуратура, то есть очень широкие. Но они как-то работают над тем, то есть из чего вообще этот тариф будет складываться? Хотя бы просто, чтобы примерно понимать, от чего это будет зависеть. Да, в общем-то, сейчас и министерство финансов, и тут как бы смотрит и РСТ, ну вот они сейчас там классы применяют. Поэтому вопросов-то много еще. Я думаю, что рано знать, что проблема есть, и она будет вызывать много вопросов. Но здесь нужно давать очень точную информацию. Тогда еще одно законодательное нововведение, которое может появиться. Строители не смогут увеличивать этажность в исторической части Кирова. Сейчас это можно сделать через одобрение городского градостроительного совета. То есть они могут отменить эту норму про 12 метров, если я как предприниматель выхожу с такой просьбой. Вот Минстрой области предлагает эти решения запретить. Слышали ли вы об этой инициативе министерства? Выходили они, возможно, на депутатов с тем, чтобы совместно проработать какой-то законопроект или другой подзаконный акт? Ну, конкретно на депутатов они не выходили, но история эта с бородой, я бы так сказала. Да, вопрос этот не раз поднимался. Когда я была еще депутатом Кировской городской думы, стали появляться эти высотки, причем рядом. И я, вспоминая свою работу, готовила сюжеты для центрального телевидения. Тогда был председателем горосполкома Дзюба Анатолий Иванович. К счастью, он еще жив. И вот мы с ним когда недавно встретились, было принято, значит, это где-то год 87-й, наверное, 86-й, может быть, вот в пределах этого, то есть года весна. горосполком принял решение об исторической, то есть о границах исторической части города Кирова, где было запрещено строительство высотных зданий для сохранения этой исторической части. То есть уже мы в Кирове делаем? И когда я, будучи депутатом городской думы в 2000-х годах, значит, увидела, попросила, чтобы нашли этот документ, нельзя считать, что все твои предшественники были такие примитивные, что они ничего не знали и не видели. И мне ответили, что не было такого документа. И вот когда я с Анатолием Ивановичем Дзюбой встретилась, он говорит, ну еще Чарушина, жива вот секретарь горосполкома, который может подтвердить, что да, такое решение принималось, то есть еще, слава богу, очевидцы есть. А у нас все это забылось. Вот если бы эти законы, принятые решения, они исполнялись, а вот так не отвергались, и каждый бы себя считал изобретателем велосипеда, мы бы, наверное, не имели тех вот сооружений, мягко сказать, да, которые появляются вот в исторической части. И наш город тогда будет уже становиться похожим, как на все любые другие, где там кто воткнул свечку, так сказать, и считается, что это историческая часть. Ну, то есть, получается, даже у того документа, который пытается сейчас, надеюсь, пытается строй внедрить, у него может быть в принципе такая же судьба, как уже исторической части не будет. Вот понимаете, спохватиться тогда, когда уже кто что захватил и построил, и сказать, что надо, пожалуй, границы, да. Все в том-то и дело. А вот почему они появились, и кому было невыгодно, так сказать, сказать, сделать вид, что не было таких решений в 80-е годы, вот к ней, наверное, вопрос. Минутка у нас осталась. Спрошу тогда про общественную палату Кировской области. В конце месяца будет известно имя секретаря палаты. Насколько нам известно, сейчас обсуждают три кандидатуры. Это Марина Копырина, Дмитрий Курдюмов и Элья Нургусейнов. На Ваш взгляд, из этих трех, кто наиболее всего подходит на роль секретаря? Вы знаете, я конкретно, например, близко с Копыриной, предположим, по-адвокатской, или еще какими-то, да, Курдюмов. То есть, это, ну, известная достаточно всем ликеровчанам, или нет, тут я не могу сказать, да, но будет выбирать общественная палата. От моего мнения, кто мне предпочтительнее или менее предпочтителем, тут, наверное, в другом дело. Вот когда общественная, я хотела бы о другом сказать, вот то, что Андрей Усенко уходит из общественной палаты, наверное, дело в том, что он и сам не очень удовлетворен, ну, у него, так сказать, достаточно большой вице-президент, я сказать, торгово-промышленная палата работает. Есть ли много желающих, чтобы они вот заняли этот пост и повысили КПД общественной палаты. Поэтому решать будут те, кто выберет и с кем они будут работать, чтобы потом не сказали, что, ну, общественная палата, это, так сказать, махнув рукой, она ничего не значит и ничего не может. Я считаю, что право выбрать секретаря, это членом нового состава общественной палаты, им работать, их это право решения. Другое дело, если я бы себе выбирала, а мы работаем со всеми, то есть, вот у нас центр общественного контроля, который идет, там, Улитин возглавляет, сегодня вот мы с Алматовым, Львом Эдуардовичем как раз, Эдуардовичем вопросы обсуждали. Я не люблю предсказывать это уже мое кредо и гадать, предпочтение мы готовы работать с любым, кто выберет общественную палату, а отвечать, устроит их это или нет, это уже члены общественной палаты. На этом мы заканчиваем особое мнение. В студии была Дарья Топузлеева и вице-спикер областного ЗАГСа Брания Марина Сазонтова. До встречи. Всего доброго. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...